Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события в студии Андрея Горгуленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары, коротко о некоторых темах. Технология, позволяющая проводить консультации по всей России. Заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак оценил возможности телемедицины самарского онкодиспансера. Готовься они летом, а к пожароопасному сезону подготовься зимой. В Самаре прошло заседание комитета по чрезвычайным ситуациям. Продолжает хорошеть. Жители Кировского района выбирают сквер, который приведут в порядок в следующем году. Самарская область может стать одним из центров цифровизации России. Об этом говорили на заседании Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, которое прошло в Самарском медуниверситете. Участие в нем приняли заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. На заседании обсудили вопросы, связанные с доступностью и качеством медицинской помощи, кадровым обеспечением медицины, применением телемедицинских технологий при оказании срочной помощи больным, организацией и использованием дистанционного меднаблюдения. Подробности в следующем сюжете. Выявить онкологическое заболевание на ранней стадии даже у пациента, находящегося на другом конце страны – это реальность для специалистов Самарского онкодиспансера. Учреждение с 2014 года развивается направление телемедицины. На основе полученных снимков из районных больниц области врачи ставят предварительный диагноз, проводят диагностику злокачественных новообразований и назначают лечение. Телемедицинская сеть на сегодняшний момент объединила уже более 180 учреждений здравоохранения региона. Только в прошлом году было проведено около 700 телемедицинских консультаций с федеральными исследовательскими центрами и более полутора тысяч внутри региона. Врачи используют специальное программное обеспечение – Комета, которое обладает элементами искусственного интеллекта и помогает врачам находить на изображениях очаги заболевания, быстро ставить диагноз и сразу назначить необходимое лечение. Время на процесс описания исследований на консультацию сократилось минимум в четыре раза. И к тому же пациенту нет необходимости приезжать сюда в онкоцентр, в онко-диспансер для получения этой консультации. Он может получить ее у себя в медицинской организации в том или ином районе области. Повысить качество жизни в каждом регионе России с помощью телемедицинских технологий – главная тема Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, заседание которого прошло в Самарском медицинском университете. По словам заместителя председателя Совета Федерации Андрея Турчака, цифровые технологии – это ключ к росту эффективности медицинской помощи с точки зрения доступности, качества и скорости оказания услуг. Это доступ к лучшим врачам и практикам из любой точки страны, более точные диагнозы и согращение врачебных ошибок – это возможность на расстоянии контролировать ход лечения. Сенатор подчеркнул, что телемедицина с ее широкими возможностями дистанционной помощи пациентам крайне важна, учитывая российские расстояния и удаленность населенных пунктов. На сегодняшний день цепочка консультаций между врачами, врач-врач, она выстроена, а цепочка консультаций между пациентом и врачом, она требует до настройки. Мы не говорим о том, что кардинальные изменения назрели, но до настройка необходима. Для реализации этих задач сейчас требуется обеспечить все медицинские организации необходимой компьютерной техникой, чтобы сотрудники могли пользоваться общей базой данных и подключаться к Центральному архиву. В некоторых регионах уже есть успешный опыт в этой сфере. Например, Москва, Татарстан и Самарская область. Глава региона Дмитрий Азаров поддержал инициативы. Губернатор считает, что регион вполне может претендовать на то, чтобы стать одним из центров цифровизации России. По мнению Дмитрия Азарова, для этого есть все. Научно-образовательный центр, претендующий на федеральный статус, сильнейшие вузы и научные лаборатории, мощный куст промышленных предприятий, технопарки и территории с особыми налоговыми режимами. Внедрять ради чего? Ради процветания нашей страны, ради здоровья людей. Вот именно поэтому такая содержательная дискуссия, столкновение мнений и нацеленность на решения уже в ближайшее время. Потому что за каждым таким решением, повышение качества жизни, здоровья, спасенные жизни. В своем выступлении Андрей Турчак отметил, что Совет разработал проект о внесении изменений в федеральный закон об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации. В случае его принятия врачи смогут использовать телемедицинские технологии, чтобы проводить медицинский осмотр, ставить предварительный диагноз и назначать лечение. Также законопроект расширяет варианты идентификации пациента. В некоторых случаях, например, когда пациент обращается за помощью анонимно, или же когда трудности с идентификацией мешают оказать неотложную помощь, поправки делают ее необязательной. Помимо этого, корректировать назначенное лечение сможет не только лечащий врач. Сенатор сообщил, что законопроект будет внесен на рассмотрение Государственной Думы в ближайшие недели после консультации с Минздравом. Андрей Горгуленко, События. Усилить информирование и внести законодательные инициативы. Подготовку к пожароопасному сезону обсуждали в Самаре на заседании комиссии по предупреждению ликвидации чрезвычайных ситуаций. В том числе и безопасную эксплуатацию газового оборудования. В городе колонками оснащены более трех тысяч домов. А значит, при неполадках в зоне риска окажутся жильцы порядка 138 тысяч квартир. Как обезопасить горожан, узнала мэрия Илчан. Пока еще холодно и сыро, время задуматься о безопасности пожароопасного сезона. Летом, особенно засушливым, риск возгорания увеличивается. Значит, надо заранее принять все меры. Необходимо следить за состоянием пожарных гидрантов. Все, что горит и создает угрозу максимально убрать с территории города. Управляющим компаниям стоит внимательнее следить за вывозом мусора. В особой группе риска лесные массивы, особенно базы отдыха и детские лагеря. Ежегодно, лично я туда выезжаю, это очистка хотя бы на расстоянии 50 метров прилегающей территории леса к детским лагерям. Тоже валежник там имеется. Наблюдали мы с вами. Но работу проводили бы в прошлом году. Также нужно будет комиссионно нам выехать в этом году и посмотреть. Задачи были обозначены на заседании городской комиссии по чрезвычайным ситуациям. После того, как сойдет снег, на улицах останется все, что слеживалось почти полгода. Стихийные свалки потенциально опасны. Ликвидировать те, что есть или могут появиться. Такую задачу ставят городские власти. То, что касается свалок и тех территорий, после сноса гаражей, администрации районов у нас эти работы проводят. Они запланированы. Также в период месячника эти работы будут продолжены. Стараемся максимально их ликвидировать. Также дополнительно запросили финансирование в министерстве МинжКХ на ликвидацию тех свалок. У нас их осталось порядка 37, имею в виду большие свалки, которые находятся в границах территории городского уровня Самара. Обсуждали на совещании тревожную статистику несчастных случаев, связанных с отравлением угарным газом. За пять лет она такова – 182 ЧП. Главная причина – нарушение правил использования газовых приборов. Да, газ – это безопасно. Если с ним ты, как говорится, общаешься на «вы», не на «ты». Как только начинается «я все знаю», «я все умею», салитые стояки водой, разрушенные шахты домоходов, венканалов, есть такой у нас. Когда первый этаж, зачем мне нужен? Мне нужен тут ставить шкаф, робят, отрезают и тому подобное. Пока мы не будем получать достоверную информацию, кто занимается договорами по вентиляции и по домоходам, такая ситуация будет случаться. Жильцы не должны отказываться от проверки внутриквартирного газового оборудования, а управляющие организации должны следить за состоянием внутридомового, дымоходов и вентиляционных шахт. Участники комиссии по чрезвычайным ситуациям видят решение проблемы в скрупулезном отслеживании потенциально опасных ситуаций и принятии по ним оперативных решений, в том числе и по отключению от газоснабжения до устранения неисправности. Также решено предложить на законодательном уровне вновь внести монтаж, ремонт и обслуживание дымоходов и вент-каналов в перечень литензируемых услуг и ужесточить требования к профильным организациям. Муниципалитет приступил к подготовке необходимых документов для законодательной инициативы. Мэри Елчан, Олег Зверев, Николай Епифанов, События. Круглосуточная работа. Самарские улицы от снега и льда очищают и днем, и ночью, в том числе улицу Старозагора. В прошлом году ее начали капитально ремонтировать по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Следующие три года подрядчик по контракту будет ее еще и обслуживать и летом, и зимой. Как сейчас ведутся работы, увидел Сергей Кизоркин. Участок Старозагора от Советской армии до Нового вокзала очищают от льда и снега ежедневно. Горожане усилия подрядной организации ценят. Тут хорошо у нас, хорошо, нормально. Хорошо, что чистят город, потому что снега очень много, грязного. Это очень хорошо. Дорога в приличном состоянии, в хорошем, но тротуары в этом году не нравятся. Прошлым летом участок улицы Старозагора от Советской армии до Нового вокзала капитально отремонтировали по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Летом второй участок до Ташкентской тоже приведут в порядок, поэтому подрядчик будет содержать улицу три года. Зимой очищать от снега и наледи дороги, тротуары и остановки, а летом от мусора. И, конечно, следить за качеством дорожного покрытия. Если какие-то выбоины и трещины будут образовываться, значит, они будут заделываться литой асфальтно-бетонной смесью. Если что-то будет выкрашиваться больше, значит, гарантийный ремонт будет выполняться с чемпионочно-мастичной асфальтно-бетонной смесью. Контролируют выполнение договора и сроки комплексной уборки улицы специалисты МБУ «Дорожное хозяйство». Они строго следят за тем, чтобы трактора очищали не только проезжую часть, но и парковочные карманы. После расчистки улицы снег сразу вывозит на полигоны. Данная зима, она не стала без исключения, несмотря на то, что осадков было не так много, все равно некие трудности она все-таки доставила. Были такие периоды времени, когда у нас была положительная температура, потом резко ушло все в ноль. И вся работа была направлена на борьбу со скользкостью на тротуарах и на проезжей части, на остановках общественного транспорта, на гошекодных переходах. Следить за своевременной расчисткой улицы от снега помогают самарцы. Они сообщают на сайт МБУ «Дорожное хозяйство», какой участок нужно привести в порядок. Только за последние сутки на полигоны вывезли порядка 7 тысяч тонн снега, а с начала зимы уже почти 250 тысяч тонн. Этой ночью город убирали 435 рабочих и примерно столько же единиц техники. Днем работы продолжаются, но уборки задействовано почти 200 тракторов и самосвалов и более 300 дворников. Сергей Кизорки, Николай Сидоров, События. Еще больше мест для отдыха. В Самаре продолжают выбирать территории, которые благоустроят в 2021 году по нацпроекту «Жилье и городская среда». Какой именно парк или сквер привести в порядок определяют сами самарцы через голосование. Они же и предлагают территории, из которых нужно выбирать. Общественные обсуждения проходят во всех районах города. Мария Левина узнала, как обстоят дела в Кировском районе. Сквер «Дубовый колок» – одно из любимых мест жителей Кировского района. Здесь есть все для комфортного отдыха. Скамейки, детская площадка, спортивный уголок и даже сцена с крышей, где при любой погоде могут давать концерт. А петь местные жители очень любят, рассказывает председатель ТОСа 12 микрорайона Зоя Фелькова. Комфортным этот сквер стал только в 2018-м. Его преобразовали по программе формирования комфортной городской среды. Мы очень рады за нашу набережную, за Ленинградскую, за площадь Куйбышева. Но все-таки мы далековато и живем. И каждый раз, даже в выходные, мы не можем туда поехать. А здесь, в нашем районе, мы можем в любую точку пойти отдохнуть. И с детьми, и пожилые, и молодые. Кировский район – второй по численности в Самаре. Здесь проживают почти 200 тысяч человек. Все жители активно принимают участие в голосовании за преобразование парков, скверов и площадей. Например, бульвар Металургов, который в 2019 году приобрел новый облик, стал лидером общественного голосования. Школьная аллея на Ташкентской и улица Юбилейная – еще две площадки, которые привели в порядок в прошлом году. Благоустройство продолжается. На 2020 год у нас также жители рейтинговым голосованием победили и получили средства на реконструкцию территории в Зубчининовке. Тоже много сделано за предыдущие годы было. И объект сквер Невского, так называемый, он будет реконструирован в этом году. Для благоустройства в 2021 году жители определили на голосование три сквера. У дома номер 170 по улице Ташкентская, в поселке Восточный и на пересечении улиц Победа и Елизарова. Проголосовать за один из этих проектов или за другие 17 самарцы смогут на сайте администрации города с 26 февраля по 1 марта. Мария Левина, Василий Калдашов. События. Как просчитать риски и уберечь своих сотрудников от несчастного случая? В Самаре прошел семинар для представителей энергетических предприятий, которые занимаются вопросами охраны труда. С участниками тренинга пообщался Анатолий Головко. Георгий Алпатский приходит на выставку энергетика уже не в первый раз. Он работает на одном из крупнейших предприятий Самарской области. Отвечает за охрану труда и пожарную безопасность. Сегодня он решил посетить семинар, чтобы послушать авторитетных экспертов в области охраны труда. Риски – это большой спектр, большой набор, особенно если предприятие большое. Большой набор этих рисков. Их нужно всех контролировать, учитывать с определенной периодичностью. И это все нагрузка, в том числе и на безопасность, блок безопасности в любом предприятии. Мероприятие посвящено популяризации вопросов охраны труда, акцентированное внимание на каких-то проблемных, которые есть у нас, моменты в организации работы по охране труда. Те моменты, которые мы собираем в результате участия в комиссиях по расследованию частных случаев. Сегодняшняя выставка стала 26-й по счету. На нее приехали представители энергетических предприятий со всей России. Презентовали свою продукцию и немецкие компании. По словам организаторов, эта площадка позволит специалистам изучить новое производственное оборудование и обменяться друг с другом накопленным опытом. У нас будет конференция сегодня про лень защиты автоматики. У нас будет конференция посвящена модернизации, ремонту оборудования, энергетического диагностики, энергетического оборудования. Также у нас крупные мероприятия по охране и защите труда. Выставка «Энергетика» продлится до 20 февраля. За это время участники смогут посетить несколько бесплатных семинаров, мастер-классы и пообщаться с представителями крупных предприятий со всей страны. Анатолий Головко, Сергей Баскин. События. Томск, Екатеринбург, Омск. Волжский народный хор отправляется в гастрольный тур «Покорять Сибирь». В репертуаре лучшие номера, фольклорные, авторские песни и даже детский спектакль. Чем еще порадует коллектив сибирских слушателей, узнал наш корреспондент. «Самарушка» – новая песня в репертуаре Волжского народного хора. И визитная карточка, с которой коллектив отправится впервые за 20 лет в длительные гастроли по России. Хор выступит в 19 городах. Для артистки Ольги Александровской это первые гастроли в его составе. В хор она пришла полгода назад. До этого 10 лет выступала в другом известном самарском коллективе. Говорит, все артисты с нетерпением ожидают поездки. Очень волнительно, потому что гастроли действительно очень важные, потому что на наши концерты придут наши друзья, профессионалы из других государственных учреждений. Готовимся, оттачиваем свое мастерство. В гастрольный репертуар вошли лучшие номера хора. Это и русские народные волжские авторские песни, и казачьи напевы и танцы. Прозвучат и песни о Великой Отечественной в преддверии 75-летия Победы. Эту, например, хор на публике исполнят впервые. А юным российским зрителям хор покажет спектакль «Царевна-лягушка». Мы едем именно прославлять, это мы говорим неоднократно, именно наш край, потому что волжский хор понятие более широкое, но мы всегда говорим, что мы из Самары. Это надо знать, какой сибирский зритель, какой он ведливый, какой он тщательный, какой он к характеру, относящийся очень, так сказать, со своим смелым взглядом. Все должно быть ярко. Вот такого он требует. Любимые появились. Появились из нового репертуара, конечно, вот эта «Самарушка». Мы поем с удовольствием все. Гастроли продлятся с 29 февраля по 13 марта. В завершении тура коллектив выступит в Москве на Всероссийском фестивале «Танцуй и пой. Моя Россия». Мэри Елчан, Семен Безгинов, Василий Калдашов. События. Цветы, подарки и теплые слова. Самарские волонтеры поздравляют ветеранов войны с наступающим 23 февраля. В этот раз они пришли в гости к участнику Великой Отечественной Александру Владимировичу Любимову. Как отмечали этот праздник в военные годы, у него узнал наш корреспондент. Ветеран Александр Владимирович Любимов готовится встречать волонтеров, которые пришли поздравить его с наступающим 23 февраля. На пиджаке в том числе Орден Красной Звезды – одна из самых значимых боевых наград. Им Александра Владимировича наградили за то, что он под обстрелом форсировал Дунай. Говорит, для него 23 февраля – важный день, который на фронте отмечался особо. Она отмечалась уже, как говорится, в семейном кругу. В отделении, во взводе или в роте. И более того, даже стремились какой-то подарок сделать на своем участке для армии в целом. Допустим, и там отвоевать какую-нибудь позицию. Александр Владимирович рассказал волонтерам о своем боевом пути. На фронт ушел в 44-м году. Прошел Венгрию, Австрию, участвовал во взятии Вены. Волонтеры говорят, сейчас важно поддерживать ветеранов. И делами, и простым общением. Важно помнить о ветеранах не только 9 мая. Мы должны им уделять внимание, заботу каждый день. Акция «Вам любимые», когда волонтеры поздравляют самарских ветеранов с 23 февраля, проходит ежегодно. На протяжении недели ребята будут приходить с цветами и подарками к участникам войны. А в преддверии 8 марта навестят женщин-ветеранов. Сергей Кизоркин, Семен Безгинов, Николай Сидоров. События. В Росгвардии сегодня отмечают день образования военно-оркестровой службы. К этой дате коллектив под руководством капитана Олега Чемоданова подготовил премьеру. Песню группы «Би-2. Последний герой». Я больше не играю со своей душой. Какая есть, кому-нибудь сгодится. Свою историю день образования военно-оркестровой службы Росгвардии ведет с 1711 года, когда Петр Первый подписал указ, благодаря которому в каждом пехотном полку были введены военные оркестры. С тех пор военные музыканты поднимают боевой дух войск. Что касается военного оркестра Олега Чемоданова, то этот коллектив очень разносторонний. Он исполняет самые разные композиции, от классики и эстрады до современных иностранных хитов и рок-песен. Остаться в живых, отчаянных всех, ни свой, ни чужой, последний герой. Музыканты неоднократно становились победителями смотров конкурсов военных оркестров Приволжского округа войск Национальной гвардии Российской Федерации и фестиваля музыкального творчества «Щит и Лира». Ежегодно музыкальный коллектив участвует в военном параде на площади Куйбышева. В этом году сотрудники Управления Росгвардии стали участниками общественной акции «Голоса Победы», приуроченной к 75-летию со дня победы в Великой Отечественной войне. В конкурсе принимает участие песня-баллада о солдате. Завершится проект «Голоса Победы» большим музыкальным марафоном, который выйдет в эфир 9 мая. Юные баскетболисты Клявлина и Хрящевки в этом сезоне выиграли первенство школьной лиги КС «Баскет». Теперь они по праву будут представлять Самарскую область в финале ПФО. С чемпионами интервью записал Сергей Кизоркин. Медали областного школьного турнира «КС «Баскет» из года в год достаются командам из Клявлина, Хрящевки и Рощинского, как среди девушек, так и среди юношей. И на этот раз чудо не произошло. В первом финале золото получила команда Ольга Ика из Клявлина. Юные спортсменки не оставили шансов Нике из Хрящевки. Итоговый счет 53-36. А вот хрящевские юноши сумели реабилитироваться за своих одноклассниц. В финале они потушили Орочинскую звезду. Игра завершилась со счетом 86-54. Мне очень понравилось, как ребята сыграли сегодня. Они были в ударе, видели площадку. И, можно сказать, про свою игру я доволен своим результатом. Это первая моя самая хорошая игра на финале. В Самарской области чемпионат школьной баскетбольной лиги КЭС «Баскет» проходит 11 сезон. За награды и путевки в финал по Волжье в этом году боролись более 500 команд. В том году в Тольятти мы проводили суперпенал. Суперпенал лиги КЭС. Где в Лада-арене собралось огромное количество зрителей. Команды, почетные гости, матч звезд. Это, конечно, дало сильный толчок по увеличению команд в этом году. Рекорд побит. Идем за новым рекордом. Победители областных соревнований поздравили почетные гости. Среди них и замминистра спорта региона Андрей Харин. И самая титулованная воспитанница самарского баскетбола, чемпионка Европы, призер чемпионатов мира и Олимпиады Ольга Артешина. Призы лучшим игрокам вручали профессионалы женской команды баскет-клуба «Самара». Это такое хорошее действие, которое будет примером для систематическим занятий физической культуры и спорта. Тем более, что задачи были поставлены в рамках национального проекта. Демография, региональная составляющая спорт – норма жизни. У нас есть задача, поставленная президентом Российской Федерации, развивать школьный спорт в целом. И один из видов школьного спорта – это как раз баскетбол. Количество занимающих у нас достаточно большое. Если общее количество занимающих взять, это 34 тысячи, больше 34 тысячи. Чемпионов самарского регионального этапа среди юношей ждут в финале в Нижнем Новгороде, а девушек – в Ульяновске. Затем в апреле лучшие из лучших примут участие в суперфинале, который пройдет в Кирове. Там главный приз – билеты на финал четырех баскетбольной Евролиги. Сергей Кизоркин, Константин Головин. События. На этом наш опыт завершен. Удачи вам. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин